Дух эпохи против традиции чего ждать от полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон» 20 ноября 2019 года, 1956 Яна Ларина 21 ноября на экраны российских кинотеатров выходит полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» Продолжение одноименного британского сериала Через 15 лет после начала оригинальной истории, в 1927 году Жители замка ожидают визита короля Великобритании Георга Ви На фоне роскошного быта аристократов с его строгим церемониалом проступают социальные и политические противоречия На короля готовится покушение Прислуга затеяла небольшую партизанскую войну К своим ролям вернулись Хью Баннивиль, Мэгги Смит, Мишель Докери, Джим Картер и другие Режиссерское кресло вновь занял один из создателей сериала Майкл Энглер История «Аббатства Даунтон» на британском телевидении завершилась еще в 2015 году Однако к ноябрю 2019 его создатели решили выпустить полнометражное продолжение В честь этого собрались все создатели сериала Режиссер Майкл Энглер, сценарист и продюсер Джулиан Филаус, а также исполнители самых разных ролей Продолжительность фильма, чуть более двух часов, сравнима с хронометражем полутора-двух серий Оттого у зрителя может возникнуть ощущение, что ему показывают пару новых эпизодов мини-сериала Но, несмотря на то, что шестой сезон завершился на ноте долго и счастливо Поклонники истории наверняка сочтут послесловие уместным На дворе 1927-й, с момента финальных сцен прошло два года Жизнь в аббатстве идет своим чередом Мэри, Мишель Докери, и Эдит, Лаура Кармайкл, счастливы в браках Роберт, Хью Баннивиль, Икара, Элизабет Магаверн, Краули растят внуков А бабушка Вайолет, Мэгги Смит, как обычно, развлекает себя и окружающих интригами и чисто английскими шутками Я, эксперт во всех вопросах, без тени сомнения утверждает графиня Спокойствие сменяется суетой из-за важных новостей Имения посетят сам король Великобритании Георг Ви, дед Елизаветы Тю, его жена и дочь Такая честь предполагает страшную суматоху как среди хозяев, так и среди слуг Приготовления к параду заканчиваются под проливным дождем А модное платье, необходимое уже к следующему вечеру, по ошибке уплывает за океан, к американской моднице Еще сложнее прислуги Прибывшие в Дон Тон пашчерные лестницы, а никак не королевский дворецкий, которым он, в сущности, является И его подчиненные с местными ведут себя непозволительно высокомерно, будучи уверенными, что слуги, как и хозяева, связаны иерархическими отношениями Однако не все рвутся угодить королю К примеру, не собирается этого делать Дейзи, она считает себя республиканкой, за что миссис Пэтмор сравнивает ее с Робеспьером Ирландца Тома, вдовца младшей дочери хозяев замка, также нельзя назвать сторонником монархии, ранее он даже боролся за независимость Родины И все же он предан семье, который обязан будущим своего ребенка Неожиданно выясняется, что жизнь короля может находиться под угрозой В замок наведывается загадочный майор Чет Вуд, которому, по всей видимости, нужно проследить, чтобы никто не спланировал покушение на монарха Помимо Чет Вуда, королевской Четы и обслуги, в фильме появляются два важных новых героя Леди Мот Бэкшоу, имел Достантон, и ее горничная компаньонка Люси Смит Бэкшоу, Фрейлина королевы, тетка графа Грэнтема и владелица имения Брантон У Фрейлины нет своих детей, и планировалось, что ее вотчина отойдет Роберту Крауле, до тех пор, пока леди не решила оставить наследство кому-то другому Конечно, вдольствующая графиня Вайолит не может смириться с таким положением дел Благородным дамам предстоит словесная дуэль, бескровная, но не предполагающая компромиссов Впрочем, проблема решится самым элегантным образом Самый спорный момент фильма – неоправданное смещение внимания аудитории в сторону гомосексуального персонажа, дворецкого Томаса Бэроу За два часа экранного времени Бэроу успевает развить близкую дружбу с королевским коммердинером Элисом, Макс Браун, попасть в неприятную ситуацию в гей-клубе и своими похождениями порядком надоест зрителю В целом в полнометражной ленте акцент сделан на противопоставлении консервативных порядков и стремительной смены эпох Сословное деление, приличие, понятие о семье и брака – все это уже не кажется чем-то незыблемым Героям так или иначе хочется освободиться от условностей, расторгнуть несчастливый брак, нарушить субординацию и даже выразить неповиновение королевской семье ради личного счастья Однако примечательно, что противостоят они именно положению вещей, а не конкретным личностям Так, в аббатстве начинают пропадать вещи, и прикарманил их тот, для кого цена этих безделушек сопоставима с годовым жалованием Таким образом, возникает вопрос, справедливо ли распределяются блага и обязанности И сколько еще отведено социуму, в котором недовольство выражается все более открыто При этом аристократам тоже приходится бороться за благополучие Мэри, которая управляет поместьем, задумывается, а не пришло ли время сдаться, как другие семьи, переехать в особняк поменьше и продать дорогой для содержания даунтон под школу или дом престарелых Пожалуй, намек на решение, которое примет Мэри, следует искать в истории реального замка Хайклер, где проходили съемки Летом в нем проводятся экскурсии для поклонников сериала и английской культуры Однако на постоянной основе в имении проживает семья Корнарвон, владеющая им с конца 17 века